Да, говорите вы в эфире. Меня зовут Валентина, и я хочу сказать, что невозможно без боли смотреть на центр нашего города, на сердце нашего города. Это дом Русова и дом Либмана. Просто стыдно. Я 60 лет живу в Одессе. Это украшение нашего города, это гордость нашего города. И то, что эти люди, которые виноваты в том, что это все разваливается на глазах у всего города, таких людей нужно просто сажать в тюрьму. Это преступление. Поэтому Труханову я не доверяю. Телефонный звонок есть, мне подсказывают? Да, пожалуйста, телефонный звонок и потом Игорь Шеврох. Да, говорите. Добрый день. Добрый вечер. Мне уже скоро почти 60. И я вот обращаясь к вам всем сидящим, особенно к брендоку представителя Труханова, хочу сказать спасибо, в кавычках, за красоту нашего города, за лестницу, на которую стыдно смотреть, которую якобы отремонтировали по Тёмкинску. Я хочу задать вам вопрос. Скажите, почему никто никогда не задаст вопрос? Был открыт шикарный административный центр Саакашвили, в котором был сделан ремонт, подготовлены люди. И сегодня вы бьете себя в грудь, что вы сделали такой, не приведи Господи, какой подвиг создали на кладбище, объект. Вам всем не стыдно? Вы что считаете, что мы все глупее вас? Мне стыдно за нашу власть и мне стыдно за мой город. Добрый вечер. Да, говорите, вы в эфире. Меня зовут Андрей, мне 50 лет, я родился и вырос в этом городе. И у меня есть несколько вопросов. Я вот слушаю вас всех, все грамотные, образованные люди, в возрасте люди. Есть ли кто-то в студии, кто оппонент, кто выступает против Геннадия Труханова? Есть ли кто-то в студии, кто оппонент? Есть ли кто-то в студии, кто выступает против Геннадия Труханова? Ну что означает против? Нет, значит вы все выступаете как бы в защиту, в оправдание мэр. Я правильно вас понял? То есть это не дискуссия, это не диалог, это просто мысль вслух. Вы хотите показать и сказать, какой прекрасный у нас мэр. Так вот, у меня есть несколько вопросов. По поводу и дома Русова, и Либмана я не буду повторяться. По поводу этих жемчужин Кадор, которые понастроены в центре города, похабно и безобразно, которые портят интерьер города. С чего это ведомо было построено? И еще у меня есть много вопросов, господина Труханова, по поводу того, что у него 20 офшорных фирм, другой человек пошел бы в отставку. Я понимаю, что сердце у него не болит, потому что он гражданин России. Это понятно. Ну, давайте не оперировать такими фактами, которые... Объясните мне, пожалуйста, как в суде в городе Киеве появились молодчики, одетые в черное? Это кто? Это сочувствующие или это друзья?